На этом наш выпуск завершен. С вами были Эрнест Мацкевич и Татьяна Ремезова. Всего доброго. Увидимся завтра. Здравствуйте! В эфире Вести Магнитогорск в студии Пётр Хатенов и сегодня в программе. Учиться никогда не поздно. Всемирно известная корпорация приглашает магнитогорцев овладеть передовыми компьютерными технологиями. Юбилейный кросс-наций состоится в Магнитогорске 26 сентября. На старт выйдут спортсмены, школьники и вип-персоны. Дорогу на перекрестке улиц Советская Армия и Советская сегодня не поделили двое «Жигулей». «Девятка» ехала в сторону вокзала. Водитель «семерки» намеревался выехать на Советскую Армию. В результате столкновения «семерка» оказалась на боку. Загорелся красный и начинает мигать желтый свет. Субару поехало. Никого не было. Я поехал за Субару. Я поворачиваюсь, а он на такой скорости. Скорость замерили 18 с лишним метров. Представляете? Плюс удар. Машину смял. Я говорю, ты что делаешь? Кто ездит на такой скорости? От столкновения пострадали только машины. Водители и пассажиры травм не получили. Вы смотрите «Вести Магнитогорск». Продолжаем выпуск. Сегодня в рамках инициативы компании Microsoft «Твой курс» на базе Магнитогорского госуниверситета начал работу Центр компьютерной грамотности. Магнитогорцы, которые не имели доступа к информационным технологиям, смогут научиться пользоваться компьютером и интернетом. По подсчетам организаторов, в этом году обучение пройдут 500 человек. Каждый из них в случае успешного выполнения контрольного теста получит сертификат. Подробнее в нашем материале. Елена Дмитриевна компьютерные азы осваивала сама. Несолидно декану факультета психологии быть на вы с последним словом техники. В ближайших планах подняться на ступень выше. Первую видеопрезентацию я сделала на юбилей мужа. В общем, сделала за полтора часа. И так, что все ахнули. Я вот, например, мечтаю для себя научиться работать в фотошопе, в Курал-дру. Обучение педагогов и студентов гуманитарных факультетов в проекте вуз заинтересован особенно. Кроме того, курс рассчитан на социально незащищенные слои населения, инвалидов, пенсионеров, безработных. Обучение по времени идет около месяца. То есть это такой достаточно интенсивный курс, в течение которого пользователи могут получить навыки работы с компьютером, офисными технологиями, сетевыми технологиями, которые необходимы сейчас на рынке труда. Сотрудники Центра занятости населения пока прорабатывают варианты сотрудничества с университетом. По статистике, почти для каждого магнитогорца старше 40 лет компьютер – непостижимое чудо техники. Как правило, на длительные курсы пожилые соискатели идти не хотят. А вот получить хотя бы азы грамотности не отказываются. Что касается безработных граждан, естественно, получение сертификата компьютерной грамотности повышает их конкурентоспособность на рынке труда. Все вакантные учебные места заняты до конца года. На очереди группа медиков из миссанчасти ММК. Но согласно концепции создателей программы, обучиться самостоятельно может любой желающий, зайдя на сайт «Твой курс». Юлия Черешнева, Дмитрий Титов, Вести, Магнитогорск. Ученикам 59-й школы сегодня рассказывали, как сделать хорошую карьеру. В гости к школьникам пришел вице-президент управляющей компанией ММК по стратегическому развитию Равкат Тахауддинов. Ученики задали гостю около 50 вопросов. Интересовались, каким спортом занимается металлург, где бы он хотел жить и что закалило его характер. Я поступил в институт и потом понял, что мне надо немножко изменить свою жизнь. Я должен пройти именно в том числе и армейские будни определенные, пройти армию. А после этого я должен пойти работать и поступить в институт. И я считаю, сделал правильный жизненный выбор, что прошу так школу жизни. Такие встречи в школе проводятся традиционно. Импровизированные интервью детям дают успешные люди нашего города. 80 лет исполняется Магнитогорской системе образования в этом учебном году. В честь праздника 6 октября во дворце Альжуникидзе пройдет концерт и награждение заслуженных учителей города. Несколько страниц истории образовательной системы Магнитогорска в нашем следующем сюжете. Наспех сколоченные столы, деревянные лавки, грызть гранит науки, желающим приходилось сидя на полу. Маленького здания в станице Магнитное на всех не хватало. Об этом времени остались фотографии в городском музее. Книг-катедради не было и в помине, писали на полях газет. Методические пособия учебники нередко создавали сами учителя. Я сейчас дивлюсь и смотрю на те учебники, которые электронные. Прям с удовольствием думаю, надо же. Действительно, как вот с первой внучкой таскала портфель, полный набитый книгами. А сейчас у них одна только маленькая всего книжечка. Нина Поварцева в школу рабочей молодежи пришла после окончания вуза. Ученики нередко были вдвое старше учителя. Технической оснащенности классов позавидовать могли многие средние школы города. Их в то время в городе было уже около 70. 18 школ рабочей молодежи со временем превратились в училища. Сейчас в городе только одно подобное вечернее учреждение. У нас же приходили с фронта, у них образование было где-то 4-5 классов. И первые годы были у нас такие семестры, когда 5, 6, 7, 8 класс за 2 года кончали. В послевоенные годы только треть учителей имела высшее образование. Но, как говорят они сами, уровень Магнитогорский уже тогда был на высоте. Сохранился он и до сих пор. Мне все-таки кажется, как старому учителю, процесс воспитания немножечко западает слабо. Тоже большая работа проводится, но мне кажется, она в общей, а вот отдельно в ребенка, мне кажется, недостаточно. Каждое 1 сентября в Магнитогорске открывают двери более 70 школ, полторы сотни детских садов, два десятка учреждений дополнительного образования. Несмотря на 80-летнюю историю, педагоги уверены, у Магнитогорской системы образования еще все впереди. Елена Астанина, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. Новости спорта продолжат программу через несколько секунд. В субботу во дворце спорта имени Рамазана поставят шах и мат. Столько раз, чтобы выиграть турнир памяти Владимира Гомулецкого, первого чемпиона города по шашкам. Кроме того, он выигрывал городские футбольные соревнования и был в призерах эстафеты Магнитогорского рабочего. 23 сентября ему бы исполнилось 100 лет. К этой дате приурочили открытие соревнований по быстрым шахматам и шашкам. Впервые мы их проводим. Планируем, что в этих соревнованиях выступят наши известные магнитогорские шахматисты. И вообще мы приглашаем любителей шахмат, шашек, принять активное участие в этих соревнованиях, потому что соревнования открыты, места много будет. Победители будут определяют шахматом и шашечным турнирах. Начало регистрации в 10 часов. В 11 первые поединки. А на следующий день в эко-парке ждут бегунов. На 10-й пробег «Золотая осень». В 9 утра начнется регистрация участников, а в 10 первый забег. Спортивный. Самая большая дистанция – 3 километра. Следом побегут вип-персоны нашего города и школьники. Для них путь будет в три раза короче. Самого быстрого на финише будет ждать велосипед. Главный приз соревнований. Мария Дронина, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. И на этом наш выпуск завершен. Впереди прогноз погоды. Я желаю вам всего хорошего. Смотрите «Вести» и до свидания. 23 сентября в Фершимпенуазе температура воздуха ночью плюс 3,5, днем плюс 23,25. В Кизильском в ночные часы плюс 4,6, днем до плюс 24. В Верхнеуральске ночью 2,4, днем 21,23, выше 0. В Абзаково ночью 3,5, днем 22,24, со знаком «плюс». В Магнитогорске ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5,7, днем плюс 22,24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова